Что такое быть счастливым? Это и есть быть счастливым. Что именно? Ну, счастье, здоровье, здоровые дети, близкие, родные, успех в работе. Влюблённым, значит, быть в жизни, в людей. Любить друг друга. Семью иметь и любить друг друга, да, я согласна с мужем. Приветствую вас, уважаемые телезрители. Я вновь слышу комментарии. Спасибо, что некоторые реагируют на вопросы. Вы знаете, слово «счастье» в обыденном языке может означать, на мой взгляд, две вещи. Мы можем сказать, что Николай счастлив в браке. Это как пример. И другой пример, что напившись, Пётр целых 20 минут чувствовал себя совершенно счастливым. И вот чувствовать себя счастливым и быть счастливым не одно и то же. Точно так же, как чувствовать себя хорошо и быть здоровым – это совершенно разные вещи. Ведь человек может чувствовать себя прекрасно в то время, как смертельная болезнь разъедает его внутренности. И некоторые болезни особенно опасны именно отсутствием болевых симптомов. И наоборот, человек же, который болезненно-мнительный, напротив, может ощущать всяческие боли и недомогания, когда физически он в полном порядке. Разумеется, обычно между здоровым и хорошим самочувствием есть связь. Но почувствовать себя лучше и выздороветь – это не совсем одно и то же. Можно чувствовать себя лучше, приняв наркотик, но это только отдалит нас от подлинного исцеления. Поэтому для разговора о счастье нам важно понять, что это такое. Это просто ощущение, вызванное присутствием эндорфина в коре головного мозга? Или само это ощущение должно отражать какую-то более глубокую реальность? Вы знаете, человек в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения может чувствовать себя наверху блаженства. Но мы понимаем, что он несчастен, пройдет совсем немного времени, и он сам это поймет. Человек, который любит и любим, может переживать и огорчение, но на самом деле он счастлив. Его чувство счастья отражает реальное положение дел. И вот чтобы понять разницу, представьте себе, что нейрофизиология, то есть наука, изучающая деятельность мозга, совершила одно очень важное открытие. Оказывается, человеку можно вживать электроды в мозг и искусственно вызвать у него ощущение счастья, восторга, упоения, причем гораздо более сильное, чем вызываемое наркотиком, но при этом лишенное похмелья и других неприятных побочных эффектов. Но скажите, будет ли человек, переживающий такую эйфорию, подлинно счастливым? И чего мы ждем, когда мы ищем счастье, чувство, ощущение счастья или чего-то другого, свидетельством, чего должно быть это чувство? Ответ на данный вопрос зависит от того, во что мы верим в отношении устройства мироздания. Да-да. Потому что действительно, устройство мироздания – самый практический вопрос на свете. И все, в том числе, конечно, и счастье, зависит от того, как мы на него отвечаем. Есть известный афоризм. «Человек создан для счастья, как птица для полета». Но вот эта фраза предполагает уже, что в человеческой жизни есть предназначение, поскольку человек создан, а не появился случайно и бессмысленно, и создан «для», то есть с определенной целью. В этом случае у человека есть подлинное предназначение, а поэтому быть счастливым значит найти это предназначение и соответствовать ему. Вы знаете, часть этого предназначения состоит и в том, чтобы любить и быть любимым. Но есть другая точка зрения. Человек возник случайно, и никакого «для», никакого «замысла» в его существовании нет. В этом случае человек не создан для счастья. Он вообще не создан, а явился на арене мироздания в результате каких-то случайных и бессмысленных процессов. Вот так излагает эту точку зрения французский ученый-атеист Жак Мано. «Вселенная вовсе не была чревата жизнью, равно как и биосфера, человеком. Наш номер случайно выпал в лотереи. Человек одинок в равнодушной бескрайности вселенной, из которой он возник по воле случая». И вот вы знаете, в этом случае счастье сводится к ощущениям. И поэтому бессмысленно спрашивать, соответствует ли оно нашему подлинному благу или нет. потому что никакого подлинного блага и предназначения не существует. И вот если мы ищем подлинного счастья, то нам необходимо определиться, из какой картины мира мы исходим. И если мы созданы для счастья, то задаться вопросом кем? И если мы созданы им для счастья, то именно он и знает, как нам его обрести. И речь идет не о том, чтобы искать утешение в религии. Вдумайтесь, какая нелепая фраза искать утешение в религии. Речь идет о том, чтобы повернуться лицом к реальности и значит лицом к тому, кто нас создал и создал для счастья. Ну а далее я позволю себе развить эту мысль в следующей нашей встрече. КОНЕЦ